Автомобиль еще не запущен в производство, но уже получил несколько прозвищ. Lada Hray, Lada Ringen, поскольку истинное название Lada X-Ray. Донором послужил Renault Sandero, но автомобиль совершенно на него не похож. Это вазовский дизайн в новом стиле, X-стиле. Сейчас мы приехали на Дмитровский автополигон, чтобы проверить его ездовые свойства. Автомобиль предсерийный, но собран уже на вазовском конвейере. И можно сказать, что очень неплохо собран. Вот эти зазоры между капотом и крылом, между фарой. То, как установлены хромированные накладки, вызывает уважение. Не скажу, что восхищение, но здесь все очень ровно. Качество покраски тоже не вызывает никаких нареканий. Дизайн штука субъективная, но после того, как ты увидел лицо этого автомобиля, хочется чего-то оригинального и сзади. А сзади такая округлая корма с достаточно куцыми фонарями. Может быть, не было возможности поднять их выше, сделать какой-то вольвовский стиль. Наверняка были варианты перенести эти фонари на крышку багажника, но это было бы дороже. Так что получилось, как получилось. Пластиковые подкрылки, причем впереди и сзади, на них выполнены такие приливы, которые, я не уверен точно, призваны уменьшить налипание снега. Багажник открывается либо кнопкой с ключа, либо кнопочкой, расположенной на пятой двери. Здесь же, кстати, и камера заднего вида. Сам багажничек средних размеров, но с интересной особенностью. Здесь пол, который можно устанавливать на двух уровнях. Либо положить его вниз, тогда будет общий объем увеличенный. Либо установить на где-то сантиметров 8 выше, образовав тем самым вместительное подполье. Единственное, полка выполнена грубовато. Вот эти петли грубоваты под крепление сетки. И сама она по геометрии не выдержана в одной плоскости, поэтому на кочках, когда едешь, немножко дребезжит. На X-Ray планируют устанавливать один из трех двигателей. В базе это 1.6 ВАЗовский, 106 лошадиных сил. Затем идет ниссановский двигатель мощностью 114 лошадиных сил, того же рабочего объема. И завершает эту гамму 122-сильный перспективный ВАЗовский мотор объемом 1,8 литра. У нас средний вариант, вот этот 114-сильный ниссановский мотор, знакомый по автомобилям Nissan Juke, Nissan Sentra. Открываю капот, к сожалению, нужно устанавливать упор вручную, не так как на автомобилях Renault Logan, где применен газовый упор. В последнее время нас обвиняют в предвзятости, типа, что нам заплатил Volkswagen, АвтоВАЗ за те публикации, которые мы делаем. Да, действительно, вон, видите, два инкассаторских автомобиля стоят. Шутка. Федор Лапшин проводит сравнительный тест этих броневичков. Лючок бензобака довольно большой, и здесь наклеечка 91, 95, 98. То есть можно использовать 92-й бензин, что, конечно, в наших условиях приятно. Крышка бензобака обычная, без замка. Есть петелька, на которую ее можно повесить на заправке. Единственное, что отсутствует запор лючка. Он будет открыт всем желающим. Ручка под естественный хват, хорошо работает. Не так, как на Рено надо вверх ее тянуть. А вот то, что нет дополнительного уплотнителя в нижней части двери, это плохо. Пороги будут все время грязные. За рулем сиденется так себе по форме, хотя выглядит оно неплохо. По регулировкам никаких проблем. Три регулировки, включая ручку домкрат, который приподнимается. К сожалению, обогрев сиденья расположен в слепой зоне. Клавиша, которую я нажимаю, я не знаю, включил я его или выключил. Никакой иллюминации, никакой индикации на комбинации приборов нет. По рулю. Руль сам по себе очень приятный по фактуре. Это руль, который знаком уже по Ladi Veste. Такое же расположение клавиш на спицах. Слева здесь заглушка, должен быть круиз-контроль. Справа управление музыкой. Фрикционные свойства хорошие, несмотря на то, что он без кожаной обивки. Единственное, опять же, нет регулировки по вылету. То есть только по высоте регулировка. А сзади места не так много. То есть я уже упираюсь в арматуру переднего сидения. Причем арматура достаточно жесткая. И внизу, и вверху я чувствую вот эти стойки подголовника. То есть при высоком водителе сидеть сзади будет дискомфортно. Да и вход-выход не очень удобный. А вот где места очень много, так это в бардачке. Берем пачку авторевью. Газета авторевью, 20 штук, не распечатанную. Открываем, закрываем. Без проблем. Бледновато или бедновато смотрится передняя панель. Все-таки вот этот вот блок управления климат-контролем, полностью заимствованный у Весты. Он сам по себе неплох, но он здесь смотрится как-то одиноко. То есть вокруг него остается большое пространство, ничем не занятое. Причем вот еще косячок, может быть предсерийный косячок. Панелька дышит. Завожу мотор, но у меня почему-то не оживают приборы. Черная дыра передо мной. Почему, непонятно. Здесь, конечно, нужна подсветка вот на такой случай, когда на улице не очень яркое солнце. Для того, чтобы получить информацию из приборов, я вынужден включать габариты или ближний свет. А если же у меня все выключено, снаружи горят дневные ходовые огни, то я не вижу приборов. Конечно, я провожу параллели с Вестой и с Рено, Логаном или Сандеро, не важно. И если первые впечатления были, да, это ВАЗ, это Веста, это новый стиль, новый дизайн, это руль, в конце концов, такой же, как на Весте, приятный на ощупь, несмотря на то, что он без кожаной обивки. Но, как только проехал, с первых же километрах, мне стало понятно, что в движении это все же Рено. Комфортный, тихий автомобиль, но не вызывающий желания ездить быстро. Не обладающий той азартной управляемостью, да, азартной, которая снабжает шасси Весты. На Весте хочется ездить быстро, хочется где-то там активно шустрить, обгонять, входить в повороты побыстрее. Здесь хочется катить, хочется ехать вот со скоростью. Опять же, не вижу там, какая скорость. Вот даже как срабатывает система стабилизации сейчас в повороте. Она сработала мягенько, плавненько, но обрубила мне тягу. На Весте этого не происходит. Там я остаюсь с хорошим запасом тяги, даже когда автомобиль начинает скользить с работающей системой стабилизации. Здесь нет, здесь все должно быть спокойно, размеренно, плавно. То есть идеология больше присущая автомобилям Рено, за которые многие любят эти машины, вот эти французские комфортные автомобили. Ну и, наверное, полюбят Ладу X-Ray. Две недели назад мы проводили тест полноприводных кроссоверов, и вот этот кювет был довольно сложным препятствием для них. Честно говоря, я не собирался сюда ехать на X-Ray, но что-то ребята говорят, попробуй, попробуй. И вот я пробую. Переднеприводная машина. Но преодолевает она этот кювет. Преодолевает довольно спокойно. Зачем нужен тогда полный привод, спрашивается. Нет, конечно, полный привод не помешал бы, но в данном случае X-Ray удивил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова